На Беларусь 4 программа де-факто. Мы рассказываем о главных происшествиях за неделю, сообщаем правовую информацию и анализируем чрезвычайные ситуации. В студии Александр Гамоля. Здравствуйте. Закупка себе в убыток. Проверка автомобиля сотрудниками ГАИ раскрыла незаконную перевозку 600 литров дизельного топлива. То ли спортсмен, то ли браконьер. Сотрудники природоохраны задержали в Жлобинском районе вооруженного до зубов лыжника. Как устраняли последствия обрушения снега на ледовом катке и почему не получилось предупредить происшествие, выясняла Наталья Каприленко. А также рыхлый лед, железный риск, почему на водоемах аншлаг рыбаков и какие меры безопасности принимают спасатели. Поговорим с экспертом. И начнем наш выпуск с обзора криминальных событий и происшествий за последние 7 дней. В центре внимания наших корреспондентов оказалось немало чрезвычайных ситуаций. В результате лобового столкновения автомобилей под Светлогорском погибли два человека. Оба 56-летние пассажиры Land Rover, водитель которого пренебрег требованиями ПДД и, совершая обгон на небезопасном участке дороги, столкнулся на встречной полосе с автомобилем Mercedes-Benz. На место ДТП выехали несколько машин скорой помощи. Возбуждено уголовное дело. Чуть ее не подвело. Обыкновенная проверка автомобиля сотрудниками ГАИ раскрыла незаконную перевозку 600 литров дизельного топлива. После досмотра машины и обнаружения емкостей с содержимым, водитель пояснил, что приобрел топливо на АЗС два года назад. Но подтверждающих документов не нашлось. В отношении правонарушителя проводится проверка. Ему грозит штраф до 100 базовых величин. Неподалеку от реки Алла в Жлобинском районе сотрудники природоохраны задержали вооруженного до зубов лыжника. При себе у мужчины были найдены топор и рыболовная сеть. А при обыске его дома еще 33 невода, а также взрывчатые вещества, части и компоненты огнестрельного оружия. Сейчас правоохранители выясняют, с какой целью мужчина собрал такой внушительный арсенал. Погорели на распространении клубнички через социальные сети. В речице в поле зрения правоохранителей попали два парня, которые размещали у себя в аккаунтах порно-ролики. Изготовлением пикантных материалов жители райцентра не занимались, зато регулярно делали репосты горячих видео ВКонтакте и Одногласниках, за что им теперь и грозит уголовная ответственность. 21-летний гомельчанин, проживающий в Центральном районе, был доставлен в больницу с проникающим колоторезанным ранением грудной клетки. По факту попытки убийства гомельским городским отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело. Около двух часов ночи во дворе одной из многоэтажек на улице Мазурова произошел конфликт между двумя местными жителями. 30-летний мужчина, ранее судимый за хулиганство, ударил ножом в область грудной клетки своего неприятеля. Пострадавшего увезла скорая помощь, у мужчины повреждено легкое. Нападавший задержан. Накануне утром сразу семь автомобилистов обнаружили свои машины со спущенными шинами. В Новобелецком районе неизвестный порезал колеса автомобилей, припаркованных рядом с домами на улицах Севастопольской, Пионерской, Тухачевского, Загородной и Зеленой. Усилиями сотрудников уголовного розыска и участкового хулиган был задержан в течение суток. Им оказался 34-летний гомельчанин. Возбуждено уголовное дело. Заложенное сообщение о минировании мясокомбината судного Белецкого района приговорил гомельчанина к двум годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение. 21 декабря 40-летний житель Гомеля, находясь на одном из рынков города в нетрезвом состоянии, попросил у продавца телефон и сообщил милиции о заминировании гомельского мясокомбината. Работа предприятия на время была приостановлена. На место выехали саперы, несколько машин МЧС, медики и спецслужбы. Было эвакуировано свыше 100 работников из трех административных зданий, но взрывное устройство таки не было обнаружено. Телефонного террориста быстро задержали и доставили в изолятор РОВД, в котором, протрезвев, мужчина сознался в содеянном. С помощью звонка он захотел, чтобы его жена, которая работает на комбинате, в тот день пораньше вернулась домой. Накануне спасатели гомельского городского отдела по чрезвычайным ситуациям тушили пожар в квартире на улице Максима Богдановича. По прибытии к месту вызова первых подразделений МЧС в квартире на третьем этаже девятиэтажного дома наблюдалось задымление. Пожарным удалось спасти хозяина квартиры. Несчастный случай произошел в поселке Красное Знамя Будокошелевского района. Житель соседней деревни Уза на личном тракторе привез в населенный пункт дрова для топки. При разгрузке прицепа с деревянными обрезками одна из пачек упала на тракториста. Мужчина умер от полученных травм до приезда скорой помощи. Будокошелевским РОСК проводится проверка. Назначен ряд экспертиз. Решением проблемы детского дорожно-транспортного травматизма эту и всю следующую неделю будет занята госавтоинспекция. С 14 по 24 марта в республике проходит акция «Безопасность детей. Приоритет для взрослых». В преддверии весенних каникул сотрудники госавтоинспекции решили провести большую информационно-пропагандистскую работу среди населения по профилактике детского травматизма на дорогах. В эти дни будет усилен контроль за соблюдением правил дорожного движения водителями, детьми и родителями с детьми. Во время проведения мероприятия сотрудниками госавтоинспекции будут уделяться внимания правилам перевозки детей в автомобиле, а также состоится контроль перехода проезжей части вблизи учреждений образования несушеннолетними. Согласно статистике, последних месяцев далеко не все родители принимали необходимые меры, чтобы предупредить, научить и обезопасить своих детей. Так как среди участников дорожного движения немало школьников, инспекторы за время акции посетят большое количество учреждений образования. Работа с детьми дошкольного возраста очень нужна и очень важна. Поэтому мы, сотрудники госавтоинспекции, очередной раз проходим учреждения дошкольного образования и беседуем с детками. Потому что зачастую родители, конечно же, разговаривают с детьми, говорят, где переходить дорогу, как переходить дорогу. Но в силу того, что родители сами нарушают, поэтому и дети за родителями своим повторяют. Госавтоинспекция напоминает, что за неиспользование детского удерживающего устройства в случаях, когда оно обязательно, предусмотрена административная ответственность. Сумма штрафа может составить до четырех базовых величин. Всю минувшую неделю спасатели, аварийно-технические и коммунальные службы готовились к тому, что скопившиеся груды снега на крышах могут привести к различным чрезвычайным ситуациям. Было ясно, что могут обрушиться ветхие кровли и неукрепленная конструкция. Но сигнал о происшествии на ледовом катке в минувшие выходные все равно стал неожиданностью для всех служб экстренного реагирования. О том, как устраняли последствия снежного обвала и почему ЧП, в котором пострадали люди, не смогли вовремя предупредить, репортаж Натальи Каприленко. Сегодня в Гомельской областной клинической больнице к выписке готовится жительница Калинкович, которая после снежного обвала на ледовом катке из всех пострадавших получила самое тяжелое телесное повреждение. В течение недели она находилась на лечении в нейрохирургическом отделении. В Одиссее трое пострадавших. Всем оказана необходимая помощь. Одна пациентка госпитализированная к нам в отделении с легкой черепно-мозговой травмой. Она ничего не помнит, что произошло с ней в тот момент, когда это все произошло в тот день. Она ничего не помнит. Слава Богу, русская лучше не знает об этом. Узнала об этом только на следующий день, когда начало уже включаться сознание. Все диагностические методы были выполнены, все специалисты посмотрели. И пациент уже готовится к выписке. Напомним, в минувшую субботу в Гомеле по тяжестью снега на людей обрушилась крыша катка на проспекте Речицкий. В окном брезент и вышатер, натянутый с помощью тросов, снегом накрыло половину катка. В тот момент на нем находилось более 60 человек. Еще до прибытия спасателей работники катка и очевидцы вызвали из подснежной массы пять человек, в том числе двоих детей. Сотрудники МЧС продолжили поисково-спасательные работы, но, к счастью, людей под снегом больше не оказалось. Экстренную помощь в обследовании снежного обвала оказали сотрудники милиции. На месте происшествия до глубокой ночи работала следственная оперативная группа. Сейчас по факту обрушения тентовой крыши катка идет детальная проверка. В рамках проверки проведен осмотр места происшествия, в ходе которого изъяты фрагменты тента со следами разрыва, а также видеозаписи камер видеонаблюдения. Опрошены работники ледового катка, пострадавшие медицинские работники. Проведен поквартирный обход прилегающих домов. Изъята строительно-техническая и служебная документация. В рамках проверки назначено проведение судебно-медицинских, строительно-технической и других экспертиз. Под замком и второй универсальный каток в Гомеле на улице Головацкого. Там кровля представляет усиленную металлоконструкцию. По словам руководства учреждения, владельца обоих катков, ледовая мини-арена закрыта для катания. Тем временем в Гомеле продолжается усиленная уборка дорог от снега, наведение порядка во дворах, очистка от наледей крыш домов. В течение последних нескольких дней коммунальные службы задействуют все резервы. На уборке снега работает более 500 человек. В свою очередь, Управление Следственного комитета по Гомельской области направило рекомендательные письма в городские, областные исполнительные комитеты и в Минский горсполком с рекомендациями обязательных отсмотров кровель зданий и сооружений и очистки их от снега. Но это не единственная опасность, которую несут талые осадки. Обилие мокрого снега вновь осложнило поводковую ситуацию на территории Петриковского района. По информации Мозырского межнорайонного гидрометеоцентра, уровень воды в Припяти на гидрологическом посту Петриков накануне составил 741 сантиметр, при выходе на пойму 750, при этом опасно высоко считается отметка в 760 сантиметров. В Петриковском районе водами реки Птич подтоплено 120 метров. Дороги, связывающие населенные пункты Лучицы и Хвойня, глубина подтопления автополотна 15-25 сантиметров. Движение транспорта направлено во въезд. В выходные прогнозируется похолодание. Это внесет свои коррективы в разлих поводковых вод, принесет проблемы с наледью на дорогах и уж точно увеличит риск для любителей зимней рыбалки. В условиях повышенной готовности приходится работать и сотрудникам из общества спасания людей на водах. Лед, который становится рыхлым, как и в начале зимнего периода, с той же силой манит рыбаков. Многие из них идут на риск подготовленными при полной экипировке и с индивидуальными средствами спасения. Но большинство надеется на удачу и попросту недооценивают всю опасность ситуации. Как раз о том, чем может обернуться такая рыбалка, поговорим со специалистом Гомельской областной организации, о свод Владимиром Акулиным. Владимир Емельянович, здравствуйте. Здравствуйте. И давайте для начала разберемся, какую опасность представляет рыхлый лед для рыбаков в этот период. Самый опасный лед – это весенний лед. Вы сами видели, какая зима в этом году была. То оттепели, то снежные заносы, и все это скопилось на поверхности льда. Когда неодновременно тает лед, он может быть там, где сугроб намел, там может быть тонкий лед, а рядышком толстый, где вроде бы проверили пешней, он не проломывал, нет проломов, а ступили метр в сторону, и там может быть очень тонкий лед, и человек уходит в полынью следом за той пешней, которой пытался проверить лед. Такой случай у нас был в Камаринском районе, когда по перволётку рыбак вышел на лед, один раз проверил, второй стукнул, а на третий раз провалился и ушел под воду. И только благодаря тому, что рядом проходил мужчина, такого же пенсионного возраста, как и рыбак, и своевременно сориентировавшись, оказал ему помощь, человек остался жив. Но на рыбаке не было никаких спасательных средств при нём, не было спасательного жилета. И ещё раз повторяю, только благодаря неравнодушию проходящего мимо мужчину, пенсионера, который поспешил ему на помощь, человек остался жив. Какие средства спасения, индивидуальные средства спасения могут помочь людям в такой ситуации? В такой ситуации первое, что может помочь, это удержаться ему на плаву, это спасательный жилет. Мы всегда рекомендуем. Но если мы смотрим, допустим, на реку, то едва ли мы можем увидеть рыбака в спасательном жилете? Некоторые стесняются, рыбаки, когда разговариваешь с рыбаками, они стесняются, одевая спасательный жилет, надеются на то, что лёд толстый, и будут как на меня смотреть те люди, с которыми он уже несколько десятков лет выходит на лёд. Обычно они в одном месте собираются, знают друг друга и будут подшучивать на ним. Некоторые прячут спасательный жилет и подплащи более умные и разумные рыбаки, которые, значит, всё же берут с собой спасательный жилет. И есть ещё, значит, обязательное средство такое, мы рекомендуем, хотя бы метров 20 верёвки брать с собой на рыбалку, или вот такие вот зацепы, с помощью которых можно выбраться, уцепиться, даже если вы провалились. А верёвочка нужна для того, чтобы бросить этот линь, как мы его ещё называем, и оказать помощь терпущему бедствию. Такой случай произошёл уже в этом году в Ветковском районе, когда благодаря тому, что рыбак, приезжавший из Гомеля на рыбалку, взял с собой верёвку, и благодаря тому, что он поспешил на помощь терпящему бедствию молодому человеку, 18-летнему, который находился на льду и провалился, а за ним ещё последовали три человека, которые провалились. И только у одного была верёвка, вот этого пенсионера, там ему уже 70 с лишним лет, он старый воин, взял с собой эту верёвку, которая помогла спасти этих трёх человек. И в результате вот этой именно одной верёвки спасено три жизни. Всё это говорит о том, что средствами спасения пренебрегать не стоит ни в коем случае. Почему весенний лёд так манит рыбаков? Ну, есть такая, значит, вера в это, или опыт многолетний, что вот последний клёв как бы под рыба уже проголодалась, она начинается в весенний жор перед нерестом. Кстати, хочу напомнить рыбакам, что с 20 марта по 18 мая вступает в силу запрет на лов рыбы. Можно рыбачить только с берега на один крючок в светлое время суток. Так, штрафные санкции я сегодня уточнял в охране природы от 20 базовых до 50. И плюс за каждую выловленную рыбку придётся заплатить. И эта рыбалка обойдётся очень дорого. Но это не главное. Главное беречь себя, чтобы сохранить свою жизнь. Абсолютно верно. Что касается вот молодых людей, ведь подростки тоже иногда рискуют, выходят на лёд, недооценивая опасность ситуации. Чем может быть опасен весенний лёд для несовершеннолетних? Ну, весенний лёд опасен для всех, не только для несовершеннолетних. Какие игры они устраивают и какие не могут быть опасны? Хочу напомнить вот сейчас, который уже второй неделе идёт поезд водолазами в Витебской организации «Освод». Они уже вторую неделю практически в ежедневном режиме и почти круглосуточно ведут поиск девочки, которая провалилась на лёд. Они, так, по предварительной, идёт расследование, как это всё случилось. Но по предварительным данным, они после школы вышли на лёд, чтобы сделать селфи. Вот эти селфи для молодёжи. Десятилетняя девочка провалилась под лёд, вторая, двенадцатилетняя, пыталась ей помочь, но не смогла. Водолазы пока достали только рюкзак этой девочки, провалившейся под лёд. В течение унесло её под лёд. И когда её найдут, неизвестно. Может быть, когда уже сойдёт лёд. Вот такая трагедия случилась в Витебской области. Была трагедия и в Гомеле уже в начале этого года, когда подросток пошёл выносить мусор и, встретив своего товарища, пошли на отдалённый водоём, охраняемый в Мозырском районе, чтобы проверить лёд. Этот подросток вышел на тонкий лёд. Огороженный водоём, ещё раз говорю, ведомственный водоём тепличного хозяйства, который был создан для полива тех овощей, которые они там выращивают в летний период времени. Они пошли проверить, толстый ли лёд. Они и летом ходили туда на купание, хотя везде висят запрещающие знаки и таблички, что нельзя, там запрещено купание, запрещен выход на лёд. Но, к сожалению, не вняли они этому, хотя и накануне с сотрудниками освод проводили занятия в этой школе. И все были требования доведены, и все инструкции, и рассказывали, как оказывать первую помощь. И, кстати, мальчишка, который был вместе с этим ребёнком, который погиб, пытался ему помочь, но не смог, потому что у него не было ничего рядом, чтобы он мог бросить этому парнишке или жертв какую-то ветку подать. И побежал к деревню, откуда они пришли, а расстояние километр с лишним. И поэтому очень время немного было упущено, и, к сожалению, ребёнок погиб. И поэтому я обращаюсь ко всем ещё раз напомнить о мерах безопасности, как нужно вести себя, как нельзя приближаться к промоинам, которые находятся на водоёмах, где плавают водоплавающие птицы, которые остаются зимовать здесь, пытаясь подкормить их. Такие случаи уже были в Брестской области несколько лет назад, когда дети вышли на лёд, пытаясь покормить, подкормить этих птичек водоплавающих. Провалились, и их тоже унесло течением. К сожалению, дети погибли, и через несколько недель только были найдены подо льдом далеко от того места, где они провалились. Поэтому будьте внимательны и осторожны, берегите себя. Если сравнить статистику по чрезвычайным ситуациям на льду этой календарной зимы и предыдущих периодов, то о чём можно говорить? К сожалению, статистика неутешительная. Как бы мы не работали с населением, как бы не работали с учащимся в школах, учебных учреждениях, как бы не подключался все заинтересованные лисы, КДН, ИДН, Комсомол, БРСМ, так скажу. Комсомол это ещё было в моём возрасте. Очень много общественных организаций. Очень много общественных организаций. Все подключаются. МВД, МЧС. Все участвуют в этой профилактической работе. Большое спасибо средствам массовой информации. У нас нет такой недели, нет такого дня, чтобы негде, где-то не появилась какая-то статья, напоминающая о мерах безопасности. Где бы не анализировались те случаи, которые происходят не только в нашей области, но и в республике. Каждый случай полностью разбирается. Как в учебных учреждениях, где происходят случаи, они не анализируются, направляются. Я неоднократно тоже выступаю в учебных учреждениях и предприятиях нашей области. И где довожу до сведения наших граждан. Ту опасность, какую представляет особенно весенний лед. Но статистика свидетельствует о том, что в этом году мы уже потеряли трех человек. Одни, ни один из случаев, который произошел с рыбаками, ни один из них не имел спасательных средств. Особенно хочу обратить внимание на случай, который произошел у нас с жителем Петриковского района, который в ночное время, взяв охотничье ружье подводное, зимой полез в воду, чтобы с фонариком в ночное время полез за этой ребешкой, которую он хотел поймать, застрелить там. Ну как? И потерял жизнь. Обращаюсь ко всем жителям нашей области и республики. Будьте внимательны и осторожны. Не будьте равнодушны, когда вы видите детей, находящихся у водоемов. Особенно вот в этот период, когда они находятся одни и пытаются выйти на воду или на лед. На льдины еще скоро предстоит нам ледоход. Некоторые пытаются проплыть на льдины, бравируя, увидев какую-то картинку в дальние времена, что кто-то плавал на льдинах. Они тоже могут ради этого селфи выйти на лед и попытаться проплыть на этой льдине. Все это может стать последним днем их жизни. Уважаемые телезрители, оценивайте, внимательно оценивайте риски. Владимир Емельевич, спасибо большое за беседу, за важную и полезную информацию. И в завершении программы вашему вниманию подборка происшествий, снятых видеорегистраторами и камерами мобильных телефонов. Авторы выпуска подготовили шокирующие и наиболее зрелищные кадры, оказавшиеся на этой неделе в центре внимания не только интернет-аудиторий, но и мировых СМИ. Рубрика «Я очевидец» далее в программе. В США грузовой поезд в дребезге разнес на переезде застрявший там грузовик. Происшествие случилось в штате Джорджия. Сообщается, что водитель сам снимал на камеру происходящее. После того, как он не смог завести машину, он выскочил из кабины, взял в руки мобильный телефон и начал снимать. Обошлось без жертв. Горе-грабитель попал в объектив камеры видеонаблюдения в США. Мужчина попытался вынести автомат со сладостями из приюта для домашних животных. Мужчина проник в него, разбив окно павильона. Но как только он дотронулся до автомата, все пошло наперекосяк. Крышка упала, конфеты рассыпались. Воришка попытался вынести автомат через разбитое стекло, но то ли ноша оказалась большой, то ли проем слишком маленький. В итоге, отказавшись от затеи, горе-грабитель стал бродить по приюту и нашел другой выход. Через него-то он и вынес из здания автомат со сладостями. В сети мужчину уже прозвали самым жалким грабителем года. А в Воронеже водитель устроил эффектный дрифт на автобусе. Мужчина быстро переключил на себя внимание, несмотря на то, что рядом красиво дрифтовала иномарка. Водитель автобуса показал, что качественный дрифт – это в первую очередь мастерство, а транспортное средство может быть любым. В данном случае это был маршрутный автобус, из окна которого в процессе управляемого заноса выглядывали еще и двое друзей водителя. Тем не менее, затея опасная. О том, какие меры примет к водителю-экстремалу автопарк, пока не сообщается. Взрывное извержение вулкана Симмаэ, который находится в Японии, снято на видео. В минувшую субботу рано утром на вулкане произошло два мощных взрыва. Симмаэ выбросил гигантский столб дыма и пепла высотой до 4,5 километров. Все это сопровождалось извержением крупных камней. Волны падали на расстоянии около 2000 метров от жерла вулкана. По словам очевидцев, из-за вулканической активности дрожали дома, расположенные неподалеку от огнедышащей горы. Ученые уже предостерегали местных жителей о том, что извержение может продлиться несколько месяцев. В сети с извержением вулкана сравнивают пожар на складе автопокрышек в Новосибирске. Копоть и дым от резины очевидцы наблюдали за десятки километров от места возгорания. Огонь целиком охватил склад шин и лакокрасочной продукции. В результате в некоторых частях города людям трудно было дышать. В США самое высокое здание Кентукки рухнуло в результате взрыва. Сотни человек пришли посмотреть на снос высотки в американском Франкфурте. 28-этажную башню разрушили с помощью управляемого взрыва. Благодаря кадрам очевидцев можно увидеть весь процесс с разных ракурсов, в том числе сверху. Здание было построено 45 лет назад и не отвечало стандартам безопасности. У зрителей падение башни вызвало настоящий восторг. Некоторые даже аплодировали. Голь на выдумке хитра. Находчивые жители Китая смастерили себе средства передвижения из бревна. Внешне оно отдаленно напоминает то ли велосипед, то ли скутер. С горы, как видно на кадрах, компания спускается с ветерком. Самоходное бревно везет семерых человек с сумками, у одного из них на плечах стиральная машина. Мотор у диковинного транспорта отсутствует, как, впрочем, и тормоза. Они механические. Так что трогаться с места, а также сбавлять скорость водителю с пассажирами приходится с помощью ног. Впрочем, китайских пулибиных, кажется, все устраивает. И на велобревне они катаются с удовольствием. Бешеную популярность набирает в сети бабушка-лыжница из Воронежа. Закалки пенсионерки не занимать. Экстрим по-воронежски так предлагают назвать это видео интернет-пользователи. Некоторые из них удивились странному поведению бабушки-лыжницы. Другие выразили восхищение. Не каждый в преклонном возрасте может похвастаться великолепной физической формой. Житель Москвы радикальным образом решил проблему парковки у себя во дворе. Перегородившему дорогу автомобилю «Жигули» он отрезал кусок кузова болгаркой. По словам героя ролика, он уже давно имел претензии к владельцу этой машины и из-за его манеры занимать сразу два парковочных места. Отвоевать свою территорию москвич решил при помощи режущего инструмента. Видео становится популярным в интернете. Правда, некоторые считают, что оно может быть постановочным. Слитки золота упали с неба в аэропорту Якутии. Около 9 тонн драгоценного металла растерял грузовой самолет. Во время взлета у лайнера воздушным потоком сорвало створку грузового отсека. Почти все его содержимое рассыпалось по лесам и полям Якутии, а также по взлетно-посадочной полосе аэропорта в поселке Маган, где воздушное судно совершило аварийную посадку после обнаружения поломки. Теперь сотрудники полиции пытаются собрать ценный груз по всей окрестности, а проезжающие мимо аэропорта автомобили досматривают на наличие подобранных землеслитков. Такими событиями запомнилась уходящая неделя нашим корреспондентам. Смотрите де-факто и будьте в курсе уголовных дел и происшествий Гомельской области. Я Александр Гомоля благодарю за внимание. Увидимся в это же время ровно через неделю.